А, вот и Маша. Давайте поаплодируем Маше. Отлично. То есть вы уже знаете, кто я, могу не представляться, а презентация здесь тоже есть. Все отлично. А давайте вы еще раз похлопаете, я просто… О, отлично. И даже слайдер мне дали. Я как настоящая девушка пришла в последний момент. Мы сегодня будем говорить про автоворонки. Кто из вас знает, что это такое? А кто не знает? Есть такие тоже. А кто знает меня? Вау. А кто, возможно, подписан, учился у нас в онлайн-школах, еще где-то выпускниками нашими являются? Ну, есть люди. Супер. В общем, я кратенько представлюсь. Меня зовут Мария Саладарь. Я интернет-маркетолог, предприниматель. У меня есть несколько компаний, которые почти все связаны с продажами в интернете, с автоматизацией продаж в интернете. Самые две… Самых два больших проекта – это обучение. Мы учим. Давайте мы вот в зале немножечко тише будем. Мне будет легче. Спасибо. Один проект – это обучение. Мы учим интернет-специалистов, интернет-маркетологов, копирайтеров, SMM-специалистов, менеджеров личного бренда, в том числе специалистов по автоворонкам. Второй проект – мы работаем с клиентами. Мы создаем воронки для больших и классных проектов. А также сейчас у нас запускается третий проект. Мы делаем обучение со звездами, делаем курсы и с разными-разными-разными известными людьми, кто знает, кто это такие. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. На фотках? Ну скажите, вы что, не знаете Ольгу Бузову, Оксану Самолову, Полину Гагарину, Ани Лорак? Здесь более взрослая аудитория. Что, более взрослая аудитория, да. А кто реально, кто не знает этих людей? Это инстаграм-звезды, у которых там… Да, это инстаграм-звезды, у которых миллионы подписчиков, они продают наши продукты. Но сейчас мы будем говорить все равно не об этом. Мы будем говорить про то, как мы продвигаемся, то, как работают кейсы автоворонок у меня в бизнесе и на чем бизнес сейчас построен. А у кого из вас онлайн-школы, чтобы я понимала? Супер. Я сегодня буду разбирать воронку, по которой работает моя онлайн-школа, школа маркетологов конкретно. Я знаю, что несколько людей, кто подняли руку, они именно там и учились, или учатся. На сегодня оборот обучающих компаний составляет порядка 10 миллионов в месяц. С редкими просадками, ну, что-то вроде того. Бывает и больше. Притом этим проектом фактически я не занимаюсь. Очень мало часов в неделю. Это стало так модно говорить. Но после того, как сегодня Михаил Кучман сказал, что у него бизнес-стартап, и ему рано уходить от операционки, я почувствовала себя немного некомфортно. Думаю, как очень многие люди еще в зале. Там вокруг меня сидели тоже предприниматели, которые такие, да, у меня уже 10 миллионов, могу от операционки отойти. Но есть куда расти. И фактически все эти деньги нам приходят с Инстаграм. То есть я не участвую в том, что веду вебинары. Мы не активно покупаем трафик. То есть там таргет у нас настроен только на нашу базу, как ретаргетинг. У нас нет фактически живых программ. Мы их везем там раз в два года, раз в год на какие-то новые темы. И все, что происходит, это действительно автоматические деньги. То есть меня они не очень касаются. Единственный вебинар, который вот на тему школы маркетологов я провела вживую, я его провела больше двух лет назад, и он до сих пор приносит мне эти деньги. Вот этого можно похлопать. Кто вообще, возможно, из вас смотрел вебинар, где продается школа маркетологов? Не так много людей. Что-то больше училась, чем смотрела этот вебинар. Как же вы его смогли купить, у меня вопрос. Просто бизнес-модель у нас максимально простая. У нас все по-женски, все на автоворонках. Поэтому купить можно с одного касания. Из вебинара, который мы записали, если я не ошибаюсь, в ноябре 2016 или 2015 года. Когда была Энигма? В 16-й? Три года. Ой-ой-ой. Ну, то есть вебинар у нас есть очень давно. Вот. И сейчас я расскажу, как все это происходит. Все продажи у меня построены на моем инстаграм-канале. Кто его читает? У меня есть страница, в которой достаточно большое количество подписчиков. Кто не читает, тот должен уже сейчас прям зайти и подписаться, чтобы пройти тот поведенческий путь, о котором я вам сейчас расскажу на собственном опыте. У меня есть инстаграм. Обычный девчачий инстаграм. Я фоткаюсь в купальнике, выкладываю фотографию, ее все лайкают, пишут комментарии, всем это нравится. Обычная бизнес-модель. Но вместе с этим у нас бывают такие дни, и они бывают очень часто. А вот это просто чат наших сотрудников, когда я ничего не веду, ничего не делаю, но с этого вебинара в инстаграме там может быть 3 миллиона оплат. Просто вот так вот за один день, без ничего, просто потому что я выложила фотку в классном купальнике. Кто хотел бы в своем бизнесе так же? Ну, не обязательно фотку в купальниках, но с одной классной фотки заработать 3 миллиона на автопилоте. Зададите мне вопрос в конце, у вас будет такая возможность. Очень приятно. Вебинар, который я не вела, просто выложил фотографию в милом купальнике, принес 3 миллиона. Как это происходит? Как это вообще возможно? Дело в том, что под каждой своей фотографией, обычной инстаграмной фотографией, у меня всегда есть текст. Я даю текст, текст, текст. Как ни странно, вот выкладываю фотку в купальнике, я предлагаю читать книжки. Тут подборка книжек, которые мне нравятся. И внизу я говорю о том, что, кстати, кто хочет углубить свои знания по маркетингу, потому что книжки эти по маркетингу, приходите вечером на вебинар. У меня в шапке профиля ссылка стоит. Это еще старый скрин, когда подписчиков было поменьше. В шапке профиля написано, что сегодня бесплатный мастер-класс и ссылка на регистрацию на этот мастер-класс. Все предельно просто. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Когда человек переходит на эту страницу, он попадает, как видно, дизайн очень старый, два года уже работает, попадает на возможность зарегистрироваться. Мы объясняем, что вы можете изучить интернет-маркетинг, это профессия будущего, это бесплатные мероприятия, все как всегда. Но сейчас многие из вас подумали, где инстаграм-аудитория, люди, которые смотрят девушку в купальнике, как они вообще могут купить продукт, который стоит несколько десятков тысяч рублей, где этот переход, какие там конверсии и вообще что с этим продуктом и с этим курсом такого. Он был записан несколько лет назад, и он до сих пор работает. Тут есть какой-то подвох, как это может приносить десятку миллионов в месяц. Кто сейчас чувствует какой-то подвох? Ну что там что-то вот не может быть все так просто. Ой, какие вы доверчивые. Сейчас я расскажу, как это происходит и как мы все эти слои, возражения прогреваем, закрываем и каким образом происходят продажи. Если человек не хочет регистрироваться на базовый мастер-класс, ему всплывает камбэкер. Вот у меня вопрос. Я думала, что тут все достаточно уверенные пользователи интернет-маркетинга. Кто знает, что такое камбэкер? Да, когда отлично. Почти все знают, но кто не знает, тот понял, что когда закрываешь, вот тут выскакивает тема «Удаленной работы не для вас», то есть интересно, что другое. Человеку предлагается альтернативный вариант. То есть понятно, что конверсия подписной там с 50% вырастает очень сильно, потому что мы можем спросить, может вы собственник бизнеса, тогда вам другой вебинар. Он тоже давно записан. Или вообще это все неинтересно, тогда мы можем предложить там вебинар по цели. Это вообще стопроцентные попадания. Все хотят достигать своих целей. У нас есть 5 или 6 таких вебинаров. Они все давно работают, они между собой все соединены. Затем, как только человек покупает, если, точнее, он еще не покупает, он регистрируется, он говорит нам «Да», для нас это то же самое, что покупка. Если он зарегистрировался на бесплатный мастер-класс, на странице благодарности ему предлагается купить продукт Tripwire. Кто из вас знает, что такое продукт Tripwire? Отлично. Ой, какие у вас все молодцы вообще. Даже не надо объяснять, меня это уже радует. Кто-то сказал «Надо»? А, супер. Это первый недорогой прогревающий продукт, задача которого является не то, чтобы человек сделал вам выручку, оборот и что-то там денежное, а как то действие, что человек дает микрокоммитмент, микросогласие, что вы ему интересны. Вот у нас этот Tripwire стоит 99 рублей, то есть человек высказывает вам некоторое доверие. Понятно, что в этом Tripwire мы даем самые мясные материалы, это там 2 часа лекция, и в конце тоже закрытие на основной продукт, то есть это такой прогревающий предпродукт. Сразу после регистрации ему продается Tripwire. Потом, как только человек уже зарегистрировался на вебинар, ему поступает автозвонок. Кто из вас знаком, что такое автозвонки? Супер, значит вы, а кто ими пользуется? Вау, так мало людей. Видишь, кстати, Сергей, я вот о чем думаю, держу на бэкграунде. Ты хотела, чтобы я про звезды рассказала, да они не знают этих звезд, им это не так и интересно, о чем я думаю сейчас. Бузову не знают. Но я думаю, все равно про звезды это поможет. Спросишь, да? Ну хорошо, ты потом можешь спросить, но я этот слайд пролистала, имея в виду. Я просто поняла, что никто не знает их. Нужно? Ну, давайте я про воронку, как вообще с этими звездами-то поработать, чтобы обработать трафик с них, потому что, грубо говоря, трафик там Оксаны Самойловой или Насты Решетовой очень туго вообще в голове обычного человека может сопоставиться с продуктом, не знаю, курс по построению автоворонок. Ну или там курс по интернет-маркетингу. Но чтобы это произошло, нужно сначала сделать те шаги, о которых я говорю. Потом, если что, Сергей меня спросит, и я еще и про селебрити расскажу. Так вот, после того, как произошла регистрация, происходит следующее утепляющее действие, которым я очень рекомендую пользоваться и вам. Есть такая возможность. Я думала, тут вообще все будут знать, и все уже делают, отправлять зарегистрированным людям или вообще людям из вашей базы автоматический звонок с вашим голосом. Кто регистрировался на мои какие-то вебинары, и ему приходило там от меня сообщение. Привет, это Маша Саладар. Не так много людей, но та и вот приходила. Привет, я Маша Саладар. Спасибо, что вы зарегистрировались на мой вебинар. Какие-то благодарственные слова. Я говорю о том, что будет на вебинаре, почему важно его посетить. Говорю, поставить в календарь напоминание. В день вебинара поступает такой же автозвонок, что через час мы собираемся в вебинарной комнате, зайди на почту, проверь. Как вы думаете, каким образом работает этот автозвонок? Он супер прогревает людей, потому что вебинаров проходит много, они регистрируются на 10, забывают про 5, все их не могут успеть, в итоге не идут ни на 1. Поэтому, когда мы делаем звонок, нам люди присылают письма. Реально мне пишут в Instagram, в директ очень много благодарностей. Какая приятная забота про клиента. Вот сегодня Михаил Кучмин говорил про Customer Experience. Вот когда мы делаем вебинар со звездой, ну я так понимаю, на наш вебинар с Бузовой вы не ходили, но когда людям звонила Бузова и говорила, привет, это Оля Бузова. Прикиньте, вот вам на мобильной, если вы фанат Оли Бузовой, раздается звонок, и она говорит, привет, я Оля Бузова, спасибо, что ты зарегистрировался на мой вебинар. Людям это супер приятно. Люди там писали, я расплакалась. Действительно. Ну представьте, Оля Бузова им звонит. Или там Айза. Они уже понимают, что это звонок, в записи, ребята, тихо. Всем так это понравилось. Вот плакали, кстати, даже когда первый раз мы это сделали, на Миша Дашкиеве, вот первый раз люди написали нам, что мы расплакались, спасибо вам за такое. Поэтому попробуйте довести своих клиентов до слез автоматическим звонком. Более того, эта штука стоит всего один рубль. То есть представьте, насколько это дешево. И учитывая, какие сейчас там открываемости писем, не настроены VPN в телеграммах, это очень круто, это стопроцентное попадание. Но есть, конечно, процент негатива людей, которым по времени не подошло. Ну, бывает. В общем, в следующий шаг у нас поступает звонок. Tripwire. Понятно, что сразу же человеку приходит продукт Lead Magnet. Внутри Lead Magnet у нас тоже обязательно есть небольшой промо продукта, который будет продаваться на вебинаре. Внимание, по полной цене. Мы же все знаем, что на вебинаре мы продаем всегда по офферу, по спецскидке какой-то. Все же так делают? Ну, мы говорим, обычно это стоит 100 рублей, но сегодня и только сейчас, и только вам 50 рублей. Все это делают? Я надеюсь, все так тихонечко вы отвечаете. Но смысл в том, что люди в эти скидки не верят. То есть, когда на вебинаре они начинают писать в чате, ну да, как бы вот первая цена, но сейчас 100% будет скидка. Они воспринимают, что это скидка и есть крайняя цена. Поэтому в приветственном письме, когда выслали Lead Magnet, там очень большая открываемость, потому что, соответственно, человек получает какой-то чек-лист. Вот у нас это 30 причин, почему работать в интернет-маркетинге круто. В конце мы даем ссылку на лендинг, где они видят, что цена нашего продукта 79 тысяч рублей. Как вы думаете, кто-то покупает с этого письма? Нет, конечно. Но нам и не надо. Нам надо, чтобы они подумали, зашли и подумали, ну нахренела за 80 косарей продавать какой-то курс в записи. Но вот это чувство, их недовольство, почему цена такая большая, оно сработает нам плюс на вебинаре, когда мы скажем, что цена 20 тысяч рублей. Все же понимают? Ребята, дайте какой-то звук. Супер. Идем дальше. Ну, соответственно, у нас, только с Антоном недавно разбирали, особо отдел продаж не работает у нас, все, что может дожиматься автоматически, дожимается автоматически. Я на этом не буду сильно останавливаться, кто понимает, о чем вы там можете сфоткать, как у нас идут дожимы. Потом, когда человек приходит, регистрируется, приходит в комнату уже вебинарную, соответственно, продажа, как я сказала, происходит за 19-900 рублей, а дальше происходит самое интересное. У нас не такой большой процент людей покупает на вебинарах. Конверсия, сколько у нас? 30-20? Ну, 30-20 процентов холодного трафика, который, понятное дело, что особенно, когда мы покупаем блогерский трафик с Инстаграма, он не огненный. Ну, вот видно, мы начинаем с того, что 602 тысячи рублей, в итоге купи за 20. Мы конвертируем 20-30 процентов аудитории. Но наша продажа и наша автоворонка начинается только потом. Потому что если человек, первое, пропустил мастер-класс, он попадает в цикл авторассылки, где ему приходят напоминашки, то есть мы видим запрограммированные вот письма, день вебинара и снова письма, почему он должен посетить его еще раз. То есть мы оп и повысили конверсию. Затем, если я ставил заявку на продукт, понятное дело, что мы присылаем инструкцию, как оплатить. Вы не поверите, но вот когда я делала первый раз запуск бизнес-молодости, оказалось, что просто прислать инструкцию, каким образом оплачивать, оказалось, что 15-20 процентов людей, на кого мы тратили деньги в отделе продаж, мы могли сэкономить эти деньги, если бы мы просто отправляли инструкцию. Люди не могут разобраться, как им оплатить, и мы платим отделу продаж за вообще другую компетенцию. Поэтому суперэкономно, это если вы запишите видеоинструкцию или техническую инструкцию, как разобраться с оплатами. Это уже часть людей освободит от необходимости звонить к колл-центру. Если человек оплачивает заявку, понятно, что мы присылаем письмо благодарности, такой же автозвонок от меня, спасибо, приветствуем вас в школе маркетологов. Если человек не оплатил, оставил заявку, но не оплатил, мы снова ему шлем письма дожимы и автозвонки с напоминанием, что спецсена сгорает. Но самое интересное, если человек не оставил заявку во время мастер-класса, то мы, во-первых, шлем ему еще раз ссылку на лендинг, показываем, что на сайте это стоит дороже. Потом мы шлем еще раз мотивацию, что вы сейчас потеряете свой спец-офер. Если он даже тогда не покупает, мы шлем прогрев, мы шлем контентные письма, показываем какие-то возможности, что может произойти, какие деньги они могут зарабатывать, если они отучатся. И еще раз повторяем вебинар. Если и это не сработало, значит, вероятно, то есть первая гипотеза, человек пропустил или забыл. Вторая гипотеза, создать человеку скерсити. Если ты сейчас не оплатишь, то потом это будет стоить вот 79 тысяч рублей, как на сайте. Если потом не купил, возможно, тема не актуализирована. Мы шлем, шлем, шлем письма и снова повторяем оффер. Если он не купил даже после прогрева, наша гипотеза, что у человека не хватает денег, и мы присылаем ему промокод, то есть чисто скидка. Мы даем ему возможность сэкономить и ввести промокод. И часть людей так любит экономить, что они вот поняли, я потерял скидку, я хочу вернуть. Если они и там не покупают, то мы делаем следующий вывод. Человек с нами давно, он читал нас месяц, он смотрел вебинар, он открывал эти письма, но он не купил даже по суперскидке, по промокоду. Мы предлагаем ему получить этот курс бесплатно. Но каким образом? Мы говорим, позови троих друзей, когда они платят. Для нас это понятно, что экономически выгодно. Три друга по 19-960 тысяч рублей мы дарим тебе курс в подарок. Вот так. Круто? В этом тоже можно похлопать. Вот. Понятное дело, что если он не посетил и этот мастер-класс, то человеку предлагается какой-то другой мастер-класс, и он попадает точно в такую же воронку, по копирке, только, например, на тему копирайтинга. Таким образом, как только лид с инстаграма попадает ко мне в базу, как только он оставляет e-mail, он попадает в такую мясорубку. То есть мы пытаемся закрыть все возможности, погреть его по максимуму, по очень простым принципам. Я сейчас расскажу, как это все строится. Он попадает в цикл за циклом, и эта автоворонка у нас уже работает два года, может даже больше, там что-то мы доделываем, но очень редко. И смысл в том, что идут года, все в жизни переменчиво, за это время там что-то банили, что-то появлялось, что-то отключались, но одно стабильно – конверсии. То есть письма, как конвертировали, мне каждый день скидывают эту аналитику, я ее смотрю, вот вебинар авто как конвертил, так и конвертил. Мы пробовали переписать, нифига не лучше. То есть таким образом, как только вы отстраиваете такую автоматизированную воронку у себя, у вас появляется некоторый актив. Понятное дело, почему это актив. Вот когда вы ведете вебинар, вы его провели, ну, потратили 2-3 часа времени, еще плюс на подготовку, но на завтра у вас нету ничего. Но если этот вебинар вы записали и настроили вот такую автоворонку, хотя бы какую-то маленькую часть с нее, то что получается? Вы сегодня провели, а завтра вы проводите время с детьми, но продажи все те же. А послезавтра вы едете в отпуск, а вот в продажах ничего не поменялось. Кто считает, что это круто? Что? Да. Кто хотел бы понять, как у себя это построить? Супер. Ну, во-первых, если вы в инфобизнесе, а вас тут таких большинство, то как минимум вы можете просто взять и скопировать. Кто умный, я видела, тут люди снимали, фотографировали, вы можете просто под копирку взять, потому что мы повторяли эту воронку в разных нишах, в очень разных нишах. Вот, например, пример мы делали это приложение Fit4U Оксаны Самойлова, все то же самое, ничего не меняя, ну, вебинар, понятно, другой, тексты другие, но все те же три письма дожима, такой же автозвонок, такой же продажи трипайра, и она тоже показала такие же конверсии. Ну, с небольшим там, ну, может, конверсия с вебинара там была 10-15%, потому что Оксана не так опытно продает, как я с вебинаром, но конверсии не поменялись. То есть воронка, она будет работать в разных нишах все так же. Вот, и то, что я вам хочу донести о том, что мы очень любим все усложнять, то есть сколько мне не приходилось контактировать с бизнесом, с предпринимателями за свой, пусть небольшой, но все-таки такой опыт работы с разными предпринимателями, я поняла, что всех очень сложно. Если разобрать эту воронку, которую я вам показывала, то она вообще проста, вот как два пальца. На чем она построена? Это три простых-простых-простых принципа. Ну, воронка выглядит вот так, очень просто, правда? Ну, или вот еще. Ну, очень просто, как два пальца, согласитесь? Кто-то фоткает. Там так все мелко написано, что невозможно увидеть, но на самом деле есть три простых принципа построения автоворонки. Вот они сейчас на экране, я сейчас каждый из них быстренько объясню. Это вариативность, прогрев и автоматизация. Первое – это то, что я вам только что показывала в своем кейсе воронки. Это то, что он вариативен. Что это значит? У нас в бизнесе, чтобы мы не хотели от клиента, у него всегда есть два варианта как-то отреагировать. И эти варианты – это или да, или нет. То есть он или зарегистрировался, или не зарегистрировался, или оплатил, или не оплатил. Сделал заявку, не сделал заявку. Все ведь понимаем. Говорите громче, да. Супер. Не про Олю Живузову спрашивают. Тут все проще. Вот. И дело в том, что мы привыкли реагировать только если да. Но дело в том, что да нам говорит меньшинство. Большинство людей говорят нам нет. И как это выглядит реально в жизни? Вот сложный рисунок, вот тот, который вам показала, который все взялись фоткать, реально вот он. Он построен на очень простом бинаре. Если здесь есть программисты, единички, нолики, вы это все уже поняли. У нас всегда, например, подписная страница. Да? Нет. Человек зарегистрировался, если не зарегистрировался. Если нет, то почему он не регистрируется? Или если это продающий лендинг. Почему? Например, я продаю велосипеды. Человек не оформляет заказ. Я говорю, ты уходишь? Тебе дорого такой велосипед? Да? Нет? Нет? Если ему там дорого, мы говорим, рассрочка? Хочешь в рассрочку? Допустим, он оформил. Или он все равно говорит, в рассрочку не хочу. Может тебе более там дешевую версию велосипеда? Да, он сал даем. Да? Нет? Если он и там говорит, нет. Окей, может быть, сейчас просто не сезон, сейчас зима, но летом у нас будут очень крутые офферы по велосипедам. Оставь свои контактные данные, мы пришлем тебе какие-то там спецпредложения, промокарты на велосипеды. То есть мы продумали, а что если человек будет говорить нам нет? Ну, тоже если да, допустим, он говорит, да, я хочу велосипед. Как нам логично на это реагировать? Если человек уже берет велосипед, мы можем играть с ним в повышение чека. Возьми второе для жены, возьми там защиту, наколенники, хранение, техобслуживание и так далее, и так далее. И до бесконечности мы можем делать апселлы. То есть по факту воронка – это вот запланированные да и нет. Просто? Супер. Я рада. Ну, вот, кстати, первый раз я это сделала очень давно, какой-то год, я уже даже не помню, то, что там написано, они просто лендинг не меняют уже в сто лет. Но, допустим, если человек у нас не покупал тренинг, это была моя первая работа, я нашла специально для сегодняшнего выступления свою первую воронку. И первый раз, когда я это использовала. То есть если человек не покупал тренинг, у нас выскакивали возможности выбрать, то есть мне интересна другая тема, и он ему выиграл другую тему, он мог сказать, что я не могу присутствовать лично, купить в записи, он мог сказать, что ему дорого и получить даунселл. Ну вот, например, как выглядел даунселл. Второй принцип для воронок – это прогрев. как вообще выглядит наша база и работа с ней. Вот так приблизительно. То есть мы покупаем много-много людей и в итоге клиентами из них становится, дай бог, если 10 процентов. Ну, всем же это знакомо. Но очень грустно, потому что платим мы за 100. И если посмотреть на это не так по-девчачьему, как я рассказывала про все предыдущее, не в стиле Оли Бузовой, то вот аналитика говорит следующее, что из тех людей, которых мы покупаем в первый месяц, вот это динамика ROI. Все знают, что такое ROI? ROI – возврат инвестиций. То есть там вложили, получили. Вы не знаете, что такое ROI? Поднимите руку, кто знает? Чего же вы молчите? Вы меня озадачиваете. Там просто на кучминте такие вопросы задавали, что я вся вспотела, я не поняла ни слова. А тут как бы на ROI руку не поднимают. Вот. В общем, первый месяц накупленный трафик, ROI, он фактически всегда отрицательный. Мы уходим в минус. Но, допустим, мы подписали человека, мы купили лиды, проходит неделя, они увидели, что мы неделю им пишут, они привыкли к моему лицу, к моему голосу, уже кто-то купил. Потом они получили зарплату, потом, не знаю, муж, любовник дал деньги или жена дала разрешение покупать. Потом там сезон начался. И через время возврат с этих инвестиций только растет. И прикол в том, что когда мы покупаем в бизнесе лид, посетителя нашей страницы, а потом у нас нету воронки, нету касаний через неделю, через две, через месяц, мы можем вот этого даже не узнать. Мы можем решить, наша бизнес-модель убыточна. Смотрите, у меня был лендинг, я купил трафик у блогера там или в каком-то фейсбуке, налил, ушел в минус. Все не работает, и вебинары эти не работают, и все фигня. На самом деле первая продажа, первое касание только вершина айсберга. Все остальное происходит потом, постфактум. Потому, если мы посмотрим на ту воронку, которую я вам показывала, ее смысл в длительности. Мы распаковываем людей, даем им время получить зарплату, дождаться сезона, просто там простроить доверие, актуализировать боли, по которым они должны у нас покупать. Поэтому не усложняйте. Если там разобрать вот крутые воронки, которые являются действительно активом в вашем бизнесе, которые колбасит вам деньги без вашего участия, то это реально бинар, да нет, положен на принцип прогрева, что мы работаем долго и долго предлагаем, да нет, а не хотим получить деньги здесь и сейчас. И делаем это все без своего участия, то есть автоматизировано. Благо для этого у нас сейчас есть и там чат-боты, рассылки, автозвонки, ретаргетинг и много-много инструментов, на которых даже не хочется останавливаться, потому что они каждую неделю меняются. Поэтому все просто. Кто понял, что автоворонка – это просто? Ну, поднимите руки, вот чтобы я вот поняла. Окей, все, супер. А кто сделает после этого выступления, после этого спича хотя бы вот маленькую автовороночку у себя в бизнесе? Спасибо. Я уже довольна, если хотя бы 10% из вас действительно это сделают. Вот, поэтому я вам говорю до встречи в Инстаграме. Надеюсь, вы на меня теперь подпишетесь, увидите, как в каждом посте с купальником я продаю вебинар по автоворонкам. Вот, вот, и Сергей, ты хотел, если есть время… Давай вот про инстаграмный кейс все-таки. Мне кажется, это очень интересно. То есть кому интересно… Я могу цифры назвать все-таки хотя бы примерно? Ну да, можешь. Мы с тобой это обсудили. как блогеров Маша монетизирует на 20-40 миллионов там с одного запуска? Ну, мне кажется, это очень интересно, если ты вот как-то вот… Да, я расскажу. Я с радостью поделюсь этой информацией, касаемо кого она не является коммерческой тайной. Вот. Кто из вас имел опыт работы с блогерами? Ну, не так много людей. Вот. Про автоворонки больше руки поднимали. Ну, отлично. На сегодня, как мне кажется, вот вы поняли, я чудовищный фасилитатор. У меня все должно быть максимально просто и желательно, чтобы как-то работало без меня. Вот. Антон недавно спросил, кто тебе проверяет письма. Я говорю, я их не читаю, чтобы не расстраиваться. Вот. То есть у меня все минимально упрощено. И я поняла, что самый простой способ в инфобизнесе, да и реально, наверное, в любом бизнесе, фактически в любом, на сегодня получать лиды из Инстаграма. Они самые лояльные. Если там в рассылке есть какие-то проблемы доставляемости, вот эти все сервисы нужно настроить, автоматизировать, написать, то в Инстаграме это то же самое, что рассылка. И мы начали работать с Инстаграмом активно и покупали сначала просто какие-то продакт-плесменты у блогеров. Но понятное дело у них насколько замусоренный аккаунт этой рекламы, что на это уже не очень большая реакция и левередж, как сказать, эффективность этих действий для нас не была такой большой, хотя была классной. И большой рост у нас в бизнесе случился, когда я придумала какое-то свое ноу-хау. Это же, наверное, никто так не делал до этого. В том, что Антон кивает головой. Это Антон мне сказал, что мы первые это придумали делать. Я пригласила Инстаграм-звезду, у которой было много миллионов подписчиков, провести вебинар со мной. Вот Сергей сказал запуск, я все-таки поправлю. Мы запусков фактически не делаем. Это просто вебинар, где Инстаграм-звезда продает мой курс. То есть по той же схеме, по такой же воронке, как я вам показала, все так же. Просто мы договариваемся и с Инстаграм-селебрити или за процент с продаж, или за какой-то фикс, что она проводит вебинар. Понятное дело, что конверсии там очень маленькие. Но с другой стороны, когда на ваш вебинар регистрируется там 50-250 тысяч людей, а для подписчиков там, ну кто-то же из вас подписан на Вузову. Ну или на Оксану Самойлову. Да вы просто не палитесь, потому что вам стыдно. Я захожу в ваши аккаунты и вижу, что наши все подписаны. Особенно там на Свету, Белялову. Вот все пацаны подписаны. Никто же руку не подымет. То, что я читаю Бузову. Но как-то 13… Никто никогда ни в какой компании не признается, что читает Бузову, не знает, откуда у нее 13 миллионов подписчиков. Наверное, она купила ботов. Вот. Точно. Нет. Смысл в том, что если у этой звезды хотя бы миллион подписчиков, то там 10, 15, 20 тысяч людей, они с такой радостью прилетят на ее вебинар, чтобы послушать, ну, не просто инстаграм-трансляцию, не 15-секундную сториз, а историю ее жизни. И потом происходит закрытие на продукт. Понятное дело, что я просто слишком ленива для бизнеса, инфобизнеса. Мне вот влом строить, вот настраивать трафик. И если только подумать, что вот Яндекс.Директ работал и вел тебе лиды, сколько они стоят, мне реально жалко. Ну, и времени, и денег. А если ты делаешь со звездой, ты оп, провела один вебинар, потратила два часа, тусанула с классным, интересным человеком. Ну, просто 5 миллионов подписчиков у кого-то занудного, неинтересного не может быть. Ну, это логично, да? Ты пообщался с классным человеком, в итоге у тебя там прибавилось 50 тысяч подписчиков в базе. И понятное дело, что хотя бы там 1-2% из них купят. Вот, например, Сергей сказал про вебинар, где у нас 40 миллионов было в заказы. Это рассроченные платежи, я их не получила в один месяц, в один день. Все сразу у меня спрашивают, господи, что же ты на них купила? Нет, мы их получаем до сих пор. Но такие вебинары мы проводим время от времени, и это хорошо. Так вот, на этом вебинаре было действительно там где-то 40 тысяч людей, и продукт стоит 20 тысяч. У нас купила там сколько? Тысяч людей получается, да? Или 2 тысячи. Это не такая большая конверсия. То есть не надо ожидать, что конверсии останутся прежними, там 20-30%. Нет, это более грязная аудитория, но это отличная возможность сделать в вашем бизнесе просто вот огромный рывок. Потом на следующий месяц мы с этой же звездой, с Оксаной Самойловой, договорились поставить автовебинар. Он у нас уже есть записанный. Снова же у нее в Инстаграме. Никто ничего не делал. Оп, капнуло 13 миллионов. Очень приятно. Согласны? Поэтому рекомендую вам использовать еще и такой метод роста бизнеса. Он прям суперэкспонентный. То есть один вебчик и все. Еще вопросы? Кто понял, как это повторить? Нет, смотри, сколько руки подняли. Вы просто находите любую звезду в Инстаграме. Раз, два. Да. Еще раз. Кто понял, как это повторить? Те, кто не понял. Вы находите любую звезду в Инстаграме, желательно ту, которую вы читаете. А кто у вас вообще Инстаграмом пользуется? А кто не пользуется? Вот вам позор, вам домашнее задание. Вот прям сегодня прийти, понимаете? Вот, а я еще вашу книжку читала. У вас даже Инстаграма нет. А, есть? Ну, в общем, да. Всех домашнее задание. Зарегистрироваться в Инстаграме, подписаться на Ольгу Бузову и на меня, чтобы иметь представление, как это происходит. Вот. Вы выбираете ту звезду, которую вы читаете, у которой есть какое-то нормальное количество подписчиков. Но я вам не рекомендую идти сразу к Ольге Бузовой. У нее там в миллионах чек на проведение вебинара, например, будет стоить. Если вы начинаете, ну вот не советую. Но вы можете найти кого-то там блогера на пару сотен тысяч подписчиков, договориться с ним или за фикс, или вот как мы делали, мы показывали наши выручки. Мы показывали, сколько мы зарабатываем с этого вебинара и говорили, мы можем заплатить вам, ну там вот могу говорить, да, у Бони подобные мероприятия. Виктория Боня, кто-то знает такого блогера? Ну вот у нее 6 миллионов. У Бони вебинар, например, стоит там 600 или 800 тысяч. Ну она вообще, понятно, нет расценки на вебинары, но ведущее мероприятие, она вот ведет его за такую цену. Ты говоришь, я могу тебе заплатить сколько, но с другой стороны мы с тобой проведем вебинар и знаешь, сколько я с него заработаю? Вот смотри мою CRM, смотри, сколько там денег. Давай мы просто договоримся, что я тебе заплачу процент с этих денег и мне не надо тебе платить фикс. То есть для вас это супер безрисковая сделка и супер крутая возможность, потому что с этой Бони ни один десяток тысяч подписчиков сразу станет вашей базой. А потом вы еще это выложите в YouTube, и все фанаты Бони увидят вас, там она сделает пост, сторис, трансляцию и вас сразу очень перерастает в базе. Теперь понятно? Супер. Какие есть ко мне вопросы? Это очень индивидуально. То есть как вы договоритесь, если вы хороший продажник, вот так скажу. Ну 50 на 50, например, такие тоже были. Были, те, с которыми мы работали за фиксированную стоимость, да? И на самом деле вот мы понимаем, что если бы с той звездой, с которой у нас было 40 миллионов, мы там сработали за фиксированные проценты, я была бы в два раза богаче, чем если бы я работала 50 на 50. Поэтому это ваше мастерство, как предприниматель, это говорится, да? Но там звезда, вот, например, ну конкретно Оксана Самолова, она берет минимум 10 миллионов за пост. Ну то есть стоит подумать. И все равно бы мы, если бы мы просто купили у нее пост, мы бы больше заработали. Да. Вопрос, вопрос. Ребенка хотела? А, все, поняла. Да, вопрос. Дим, извини. Сейчас, чтобы тебя услышали, вы в прямом эфире, давай. Да, значит, следующий вопрос. Вот я, во-первых, параллель провел с этими автоворонками, да? Вот у меня на этот год стоит цель пикап тренинг пройти. Тут вот все равно же подходы делать и говорить, пошли ко мне, да? А ты говоришь, ну, типа, телефоны собирать и потом пойти к телефону. Кстати, вот очень классный вопрос. Ты такой наблюдательный человек, потому что вот эти все темы захода с воронками, самые крутые люди, которые их разрабатывали, это Нил Паттейн, это сейчас интернет-маркетолог, а 4 года назад он был этим пикапером. Потом, как называется, ну, самый известный бывший пикап. Не, Райан Дайс не был в пикапе, слава богу. РМС? Да, кто Ибена Пегана кричит? Вот знающие люди, да, Ибен Пеган, он тоже бывший пикапер. Я провел параллель, да? Так и есть, да. И подумал, что сначала нужно пикап тренинг пройти, а потом у вас воронку не заняться. Да, обычно на тренинг, как я говорю… Я честный, да. Вот вопрос, вопрос, значит, вопрос. Какая-то платформа вообще, как вести, куда записывать, потому что бывает, назнакомишься, а потом пишут и не вспоминаешь их. Ну, какая-то платформа, где агрегировать, как вот эти письма автоматически отправлять. Есть какая-то платформа, где опропатывается вот этот, ну… Конечно, называется CRM-система. Слышал? Нет, ну, CRM понятно. Ну, а есть какая-то уже готовая настроена? То есть я, допустим, примерил к своей CRM-системе… То есть… А там она уже настроена, да? Спасибо за вопрос. Тогда еще один вопрос. Вот если я за 80 тысяч куплю, что будет? И потом, когда я узнаю, что 20 стоит… Ничего, но у нас таких людей было, ну, не 20, есть разные промоушены, есть люди, кто покупал. Ну, то есть вы, когда идете в магазин, там, не знаю, в Дольчика Бана, вы можете купить там платье за 300 косарей, а можете купить в Outlet за, там, не знаю, за 50 тысяч рублей, можете на сейле купить за 150. Никто не ходит, не ругается с Дольчика Бана за то, что я купил за 300, а у вас сейл через месяц. Но также и у нас. У нас есть система сейла в разных ценах, никто не жалуется. Есть какой-то просмотрный день, кто покупает с сайта? Ну, каким-то типом бизнеса, ну, там запах неэкологичности появляется, когда вот так вот. Почему? Ну, вот есть. Спасибо, благодарны за то, что вы прослушали наш вебинар, вам дается скидка. Нет, я искренне благодарен за вебинар, но вопрос вот, ну, как бы действительно, если в 4 раза цена отличается, то есть не для каждого бизнеса. Слушайте, вот Дольчика Бана, она тоже в 4 раза отличается. Спасибо за вопрос. Я думаю, у кого-то есть… В общем, это то, что работает, да, и с этим сложно спорить. Да. Давайте последний вопрос. Добрый день, Маш, меня зовут Игорь. Я хотел спросить тебя по поводу того, вы сами эти курсы для звезд придумываете или это их продукт? Вы не поняли. Звезды продают мой курс. Это вот не хватало мне еще вот со звездами этими курсы записывать. Они супер не вовремя, они супер дорогие, не все очень умные. Минутка честности. Понимаете, еще раз, я договариваюсь со звездой, например, конкретно… Ну, там, Анастасия Решетова, там, девушка Тимати, кто не знает. Она очень выдающийся предприниматель. Ей даже это… Ну, она реально классная, у нее много подписчиков, но она не хочет вести курс, у нее нет времени. Мы там договариваемся с ней, проводим вебинар, где Настя рассказывает свой путь, как у нее получилось. Путь, кстати, суперинтересный. Оказывается, что у нее и до Тимати что-то было, у нее есть советы там по жизни, как там пробиться, как покорить такого мужчину, как Тимати, как классно выглядеть. Она это все рассказывает, и плюс она говорит, вот я не на еждивении у Тимати, ему неинтересно было бы с тупой телкой просто. У меня, оказывается, есть бизнесы, чего люди вообще не ожидали. То есть у нее сразу рейтинг растет. И она говорит, и поэтому я советую девушке вам тоже заводить бизнесы. Если вы не знаете, с чего начать, отучитесь на интернет-маркетолог, и вы будете работать уже на себя. И потом мы вместе закрываем на мою школу маркетологов. Вот. Теперь так понятней? Да! Спасибо. И хотел еще вопрос про Инстаграм. Спросить, как ты относишься к накрутке через гивы, через участие в гивах, и потом покупке лайков? Отличный вопрос. Я ужасно отношусь к накрутке, потому что за накрутку вы улетите в бан. Я отлично отношусь к гивам. Каждый гив, вот Сергей Косенко организует, я думаю, ни от кого не секрет, что я во всех его гивах участвую, и каждый из них для нас приносит прибыль, окупается. То есть все же понимают, что 50 тысяч подписчиков гива, которые к тебе приходят, остается, например, 20 тысяч пускай, вот, и с них человек 5-10 купит. То есть гив окупается вот так, с головой. Потом приходится покупать лайки, насколько это сейчас… Зачем тебе покупать лайки? Пиши классный контент. Не надо покупать лайки. Тебе показать, я могу… Ну, вот кто-то считает, что от гива падает вовлеченность. Вы можете подойти ко мне, кто там понимает проценты, там, не знаю, вовлечения в Инстаграме, у меня просмотров, там, сториз и поста больше, чем у блогеров-миллионников. У меня просмотров сториз средние 100 тысяч, как бы на момент, когда у меня 300 тысяч подписчиков. Сейчас там у меня 400 тысяч чем-то, да, у меня 300 тысяч показов в ленте моего поста. Я просто, ну, прошу написать что-то в комментариях. То есть когда я знаю, что у нас сейчас отписка от гива-вея, да, я прошу, разыграю школу маркетолога в комментариях. Для меня плюс. То есть промо-школа маркетологов, плюс я продвинулась в выдаче. То есть просто нужно мыслить головой. Это супер дешевый способ получить подписчика. На прошлом году мы покупали блогерскую рекламу, подписчик обошелся в 100 рублей в Инстаграме, 100 рублей. Прикиньте, 200 тысяч я их набрала. Сечете все, сколько я на это потратила? Теперь, когда ты 200 тысяч можешь получить за 300 тысяч рублей, это очень удобно. Вот. Что? Что? Ну, я не советую. Инстаграм за это банит. Ну, не покупайте. Вам очень хочется. У нас когда-то забанили за то, что у меня стояло автосообщение. У меня была автоворонка в Инстаграме. Приходило письмо, вы подписались на меня. Спасибо, идите на вебинар. Меня заблокировали Инстаграм на три дня. У меня как-то отлегло накручивать, покупать, еще что-то. Три дня без Инстаграма, три дня без выгрузки. Там каждый день у нас минимально хотя бы 300 тысяч рублей приходило. Когда этого не стало, я как-то передумала вообще какие-то сервисы подключать. И вам не советую. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Маша! Браво! Маша, в самом начале, подожди, в самом начале... О, а еще у меня есть книжка. Вот, девушка, покажите. А кто читал мою книжку? Есть? Да, конечно. Видите? О, супер. Так, вот смотрите, тут книга, цветы, аплодисменты, слава. Не, я понимаю, что книга сейчас Маша подпишет. Да, я сейчас подержу вот это все дело. Аккуратно. Да, Маш, пока вы подписываете книгу, вопрос. Вот в самом начале была совершенно шикарная фотография в купальнике. Многие мужчины задумались в том плане, что неплохо бы тоже надеть на себя купальник, но нет. Что делать мужчинам? Что делать мужчинам для красивых фотографий? Не банально, не банально. у меня, как вы, наверное, знаете, есть молодой человек, Сергей Косенко, у него два раза больше подписчиков, чем у меня, два раза больше лайков, чем у меня. Все, вопросов нет, спасибо. На его аккаунт посмотрите. Он делает селфи, он фоткается там с Бентли, вы можете взять Бентли на прокат. Фотки с Бентли в два раза больше вовлечения. Купальники не фоткаются вроде, да? Ну, можно взять девушку, сфоткаться с ней в купальнике. Не, на самом деле, фотки в купальнике, ну, сомнительная тема. Ну, это можно обсуждать, но от меня много людей отписалось после фотки в купальнике, но в топ я вышла. Ну, фотки с Бентли на фоне многоэтажек Бирилева тоже сомнительная тема. Мало кто поверит в это. Ну, в общем, это я уже в полушутку про Бентли сказала. Мы тоже. Да, смысл в том, что достаточно сделать селфи или сфоткаться в костюме. Вот я на конференции, вот я на производстве, вот я делаю то, я делаю то. Зачем люди заходят в Инстаграм? Для них это как сериал. То есть они следят за жизнью кого-то. Если вы уже предприниматель, у вас есть возможность, как минимум, я про вас сужу, что вы интересны в Инстаграме, потому что вы сидите в Крыму на конференции, которая стоит денег, вы учитесь, то есть где-то вы эти деньги взяли, вы путешествуете, как минимум, хоть куда-то, да в Крым. То есть для людей уже вы являетесь с кем-то интересным. Для тех, кто сидит. Ну, я не знаю никого из вас, да, для людей, которые ходят там завод-сериал, завод-сериал, для них Инстаграм новый сериал. И если есть такая же девчонка или такой же парень, как он, но не живет по сценарию завод-сериал, за ним уже интересно следить. Поэтому, ну, делитесь, вдохновляйте, рассказывайте свой опыт. Вот вы все прослушали конференцию, но я после каждой конференции пишу 5-10 постов, что я там услышала, кого я увидела, свои впечатления. Напишите их. То есть для людей это уже что-то новое, они как бы будут сопереживать с вами этот опыт. И вы уже раскрасите их жизнь по сценарию завод-диван чем-то новеньким. Вот и все. Не надо заморачиваться. То есть не обязательно иметь по 300 тысяч просмотров, как мои фото в купальнике. Ну, они же красивые. Похлопаем Маше. Большое спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо за это содержательно интереснейшее выступление. Спасибо.